Всем привет, ребят! Сегодня отправляемся всей семьей на рыбалку, хотим половить форель. Да, дочь? Кажешь привет всем? Всем привет! Ты на рыбалку? Рыбу лови. А что надо на рыбалке делать? Ловить форели. Половить форели? Надо чуть тихо быть. А то рыба убежит, да? Папа Аришу научил, чтобы на рыбалке не кричала, что тихо быть, а то рыбу все распугает, да, дочь? Тихо будешь на рыбалке? Будет. Ты вам будешь всем привет говорить? Всем привет! Даню сказал? Всем здравствуйте! Сегодня мы поедем на рыбалку, как папа уже и сказал. Все, поехали. Данюша, дождался, да? Ага. Лиша, куда мы едем? На рыбалку рыбку ловить. Ты хочешь рыбку ловить? Да! А ты, Данюш? Да. Погода сегодня хорошая, замечательная, солнышко светит. Зима наконец-то закончилась у нас. Ну. Сейчас вам в машине показывают 13 градусов. Время сколько у нас? Полдвенадцатого. Едем за форелью. У папы нашего сегодня отпуск, эту неделю. Ага. Можно всей семьей съездить. Ага. В кемп-то не снег уже растаял. А здесь ближе к горам еще вон сколько снега лежит. Мы уже скоро подъезжаем к месту. Сколько километров у нас находится это озеро? Где-то 25, а вот 30, наверное. Штихер Вайер называется. Какая красота. Это как бы не озеро, а такой котлован большой. Здесь тоже курортная зона, курортный район. Везде. Вот мы заезжаем в деревушку, в которой находится этот водоем. Здесь сейчас у Баура купим карту. У него это принадлежит ему водоем. И ему принадлежат тоже права на рыбную ловлю. В нем он продает карты. Вот здесь вот он как раз и живет. Видишь, тут даже форель у него, значит, что он стоит на камне. Сейчас пойду. Фишс Улклинтельман называется. Сейчас пойду, куплю карту. И поедем. Здесь водоем остается метров 200. Вот здесь, да, справа? Баура не было дома. Да, вот он справа. Пришлось нам его в другом месте искать. А вот здесь как раз табличка, да? Надеемся, что он здесь, что у нас получится карту купить. Фишс Улклинтельман. Покатаем вам чуть-чуть по деревенским трущобам нашим. Вот машина, вижу, стоит. Здесь у него, смотрите, он справа. Лошадь. Два сутца за бенжи. Прицеп он для перевоза лошадей. Вот лошадки стоят, да? Ну, кто играет? Тут машина вот стоит. Возможно, это его есть. Ну, тут и работает. Да. Наш папа пошел карту покупать на рыбалку. Мы пошли с Аришей лошадок посмотреть. Тут у Баура пасутся. Да, Ариша, будешь лошадок смотреть? Папа, они. Вон они, смотри. Кушают там, да? Ариша не кушает. Они лошадки. Вон, какие красивые лошадки. Нравится тебе? Ариша, нравится лошадки? К ним близко подходить нельзя. Так, отсюда смотри. Хорошие лошадки? Кто-то не едет. Кто не идет? Да, не захотел. Вон они кушают лошадки. Такие красивые, да? Мам, давай. И что ты хочешь? Там они кушают. Кушают, да. Вон у них тут какой загог. Давай. Ну, говори лошадкам, чус, и пошли дальше. Говори лошадкам, пока. Пока. Это они мне не говорят. Не говорят, да? Ну, они же не умеют разговаривать. Ариша. Не умею. Не умею. Пойдем. А вон и папа наш идет. Купил уже карту. Я говорю, скажи лошадкам, пока. Она говорит, пока. Что-то они мне ягодни, что не говорят. Давай, а сам палочку оставим тут? Или ты с собой возьмешь? Да, с собой. С собой? Только машине не бросай, ладно? Поехали. Поехали. На этой карте, на одной, так, из карты, короче, можно поймать две форели, два карпа за день. Я говорю, давай, у меня 20 евро было, я говорю, давай я тебе 20 дам, ты мне говорю, продай, ну, карту одну, а там, что я могу за эту карту не две форели, а три, понимаете, за 20 евро. Он говорит, нет, типа, я так не сделаю, потому что сейчас тебе это разрешу, потом скажут, а может, я не могу, да, все захотят, короче. Я говорю, а я себе за день куплю сейчас две карты на один день, чтобы четыре форели поймать за 28 евро. Он говорит, может, это можно сделать. Ну, говорит, тоже, типа, неохотно, но тебе как могу сделать. Ну что, ребят, вот подъезжаем к водоему. Котлованчик такой, где говорил, большой. Народ есть, вот уже и смояк уже приехал на своем. Якуваре, ага. Вот, посмотри, водоемчик, сейчас видим, покажем полностью. Вот его карта сразу водоема. Тут уже там куча целая стоит, он оставил удочек. Посмотрим, поймаем, что не поймаем. Надеюсь, удачный день будет. Помощник помогает вам папе все нести. Да. Будем ловить только форель. Поставим одну уточку на попловку, обычно на бинен маден. Это, как это сказать, маден, это мушиные черви. Бинен это пчелиные такие мушиные черви. Я не знаю, как правильно это сказать. Такие же, как мушиные черви, только здоровые. Вот, поставим на обычный попловку на уточку, и одной уточкой будем блеснить. Нету, да, тут рыбки? Нету, там только камушки. Только камушки? Сейчас посмотрим, может, папа наш ловит рыбку, да, с Данюшей? Нет. Так, как я говорил, будем рыбачить на спиннинг, на блесну и на удочку с попловком. Сейчас вот распакую. Новый спиннинг купил в этом году, еще ни разу не рыбачил. Это штыковое удилище из двух частей. Папа, а черви хорошей води. Ага, не кричите, рыбаки. Проверишь сразу удочку новую, да? Да. Папа, может, у червяка води? Сюда собери, он улетел. С той стороны подбери, с той стороны. Папа, может, у червяка води? Вот, видно, мать. Вот такой спиннинг, ультралегкий, суперлегкий. А сколько она весит? Сама она не знаю, сколько весит, но забрасываем и вес от нуля, от одного до восьми грамм. 2,40 длина. Детки пока в догонялки играют. Катушка сразу шла, вместе с ним наборить за 80 евро все вместе, сразу шнур здесь. Вот такая маленькая котушка для спиннинга, специально сразу со шнуром. Сейчас соберем, оденем блесну. Сколько у тебя уже права такие есть? 13 апреля 2017 года получилось. Получается, уже будет 4 года. А сколько ты за них заплатил? Не знаю, сколько, Сережка, мы делали там. 800, 460 евро все вместе, да? С экзаменом, с теорией, с учебой, со всем. Ну да, где-то так. Я думаю, это еще плюс Орлеовне скажет. Так, сколько было там, в этом вопросе я уже не помню, 1200, наверное, да? Какое? 1200, тысяч. Учеба так же, как нам права. Сколько мы, 2, 2 субботы, 2 воскресенья, да, ходили, 4 дня. По сколько там, по 8 часов теорию учили. В практике там такого и не было. Нам просто вышли с учебного зала, показали нам, как что делать, куда что закидывать. И все, и потом экзамен. А экзамен сам сколько стоил? Экзамен вроде бы что-то 75 или 79 евро экзамен только стоил. А сколько раз можно сдавать? Сколько хочешь, пока не сдашь? Не знаю. За счет этого не могу сказать. Я сдал с первого раза, слава богу, поэтому мне это не постановилось. Ну, вопросов-то много было очень. Учить немало. 1200, наверное. А ты что, думаешь, только закинешь, уже рыбу словишь? Сразу сачок нужен? Шустрый ты. Некоторые рыбаки вот сидят, еще ничего не словили. Ну, это они, которые мы сейчас только закинем и сразу поймаем, да, Саня? Серега, первым делом нас сачок достать. Серега сачок не достал, поэтому еще ничего не словил. А Даня ее сейчас только закинет, и папа будет сразу рыбу доставать. Вы что? Я буду доставать. Ты будешь доставать? Нет, папа будет сачком ее подлавливать. Мочить пока не будем, только пока 1 минуту, да? Вы в приметы верите, да? Я, что-то как-то вообще не. В рыбацкие верим. Сейчас оденем биден мады. Они такие страшные. Доченька. Ты уже доченька. Ты уже доченька пришла. Вот такие красивые. Реши, только не трогай их. Ручка, будешь решить трогать? Вкусненький. Ага. Рыбка, знаешь, какого любишь? Скажи, вот рыбку, пускай его и кушай, да, Дать? Сейчас мы 2 штуки насадим. Нет, я сама. Ты сама будешь этого жучка? Да. Мы еще перечили. Реши, нельзя трогать удачу. Наслип. Перечили? Ага. Чтоб прям горело. Чтоб не знали, куда пойти. Ловись, рыбка большая и маленькая. Да хоть какая-нибудь. Серега, у тебя, похоже, помолок, как будто двайки ждать. Интересно, кто это был, да? Ну, Данюша, если кто-то был, два раза утопила. Ну, думаю, ну, что было. Показалось тебе тоже? А мне не показалось, первый раз показалось. У нас, говорю, нет, не показалось. Может, какая-нибудь трёх попёрка. Данюша вся щуку мечтает поймать, чтобы котлетки сделать. Да, Даня? Да. Отойдите. Сына, давай. Данюша что-то словил. Ура! Тащи, тащи, тащи. Сам вытаскивает. Молодец. Давай, давай, давай. Ты гляди, пошли с вами. Сюда, сюда. Все, все, дальше. Даши, туда. Тащи, туда. Ура! Молодцы. Первая рыбка есть. Первая твоя форель. О, форель. Точно, Данюша. Молодец. Молодец, сынок. Видишь, ты словил Данюша. Красавчик. Поздравляйся. Данюша сам достал. Рад? Доволен? Поздравляйся. Счастливый? Супер. Вот, ребята, поймал я свою рыбу. Первую рыбку в этом году. Да, я не сделала в этом году, да, Саня? Ага. Молодец, ты рад? Риша, хочешь рыбку посадить? Пойдем посмотрим. Нет. Ой. Вон, видишь, там рыбка, да? Ведерки, да? Она еще чуть-чуть жива, да? Нет, она уже не жива. Видишь, рыбка тут, да? Аккуратно. Ну вот, по-моему, наш папа вторую рыбку словил. Первую Данюшу. Данюша, вторую папа. Не хочет. Сопротивляется. Молодец. Две рыбки, да, это уже потяжелее, подлиннее. Вот это уже нормально пьет. Вот. Как вдоль тела идет такая розоватая полоса. Смотри, богатила. Ну все, хватит, 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 хватит. Ребят, посмотрите, там вдалеке, не знаю, видно будет, не видно. Форель закончилась. Остался только дедушка с бабушкой голышом. Он купается, всех рыбачит, плавает. Вода, не знаю, там плюс 4-5 межградусов, да? Сейчас они искупнулись. Сейчас форель начнет склевать после нее. Не, она что, смакивает. Или наоборот посплывает, короче. Пал, нарывали за ним. Что ты, доча, поешь? Да спаси-то поешь. Видишь, какой камень нашла. А что ты, нормально? А, ты такой, у тебя такая сцена, да, здесь? Вот моржи, да? Вот такой погоди. Да вообще бипец. Мы тут в куртках мерзаным. А они... Доча, спой песенку еще раз. Купаются. А нормально, нормально. Спой, не выдержай, нормально. Спой, что? Спаси-то. Да спаси-то, да, ты поешь? Это, Даня, моя любимая песня, когда он маленький был. Ага. Я бы не рискнула, что в воде холодное скукало. Моржи, что, моржи. Ну вот и третью споймали. Папе сегодня везет. Доча, мама здесь, не бойся. Вот и Сереги словили. Вон какая хорошая тоже. Тоже радужка. Нет? Радужная паренька. Нормалек. На Бинен, видите, Бинен, Маден работает. Ну, не зря. Так вот, Серега по-русски. Пчелинный есть. Серега. Можете ее обвинять просто на бочечку. Данюша молодец, рыболов конкретный. Нравится ему. Вторую поймал, да, сына? На его удочку поймали. Да, они удочки всегда удачные. На его удочки всегда что-нибудь ловится. Да, Данюша? Вот справа ссылка сейчас, видите, в экране, правом верхнем углу, где мы наданили вот эту же удочку на этот же популок. Мы все поймали карпа 64 сантиметра. Посмотрите, кто не видел. Тоже интересно. Да, вот за ними были. Ага. Картинка этого видео, где я держу вот такую улыбину. Ну, тогда ты ее еле держал. У тебя же руки устали, да? Ага. Вот и четвертая на подходе. Это побольше, походу, да? Молодцы. Четыре словили. Больше ловить нельзя. Давай, давай, сюда, сюда, сюда. Заводи сюда. Давай, заводите, все. Данюша, вон, папин помощник какой. Супер, Данюша. Да, встали, Данюша, сходи, чтоб тебя. Серега, лыжки сматывай. Все, четыре словили. Данюша, ты опять здоровый поймал. Вон какая, смотри. Маш, а то меня и на крыше. Ну, опять ты возьмешь здоровый. Смотри, как. Мне большие. Красавица, поедем сейчас. У нас такие же трофеи. Данюш, на свой трофей держи, попосвободи сейчас я. Данюш, ты рад? Видишь, какой удачный день сегодня, да? Да. Это неудачный день, это удачный поплавок. Это удачный улочек, да? Мы всегда на нее ломим. Иди, поддержи свою фишку, бросай все. Иди, свой трофей поддержи. Молодец. Две рыбки сегодня Даня сам словил. Держи. Твоя рыба, твоя рыба. Ариша, смотри, на рыбалке. Вот, привет. Четыре рыбы. Мы сейчас их разделим. Все, молодец. Давай. Ну, раздели, мы домой поедем. Больше четырех брать нельзя. Иди, ручки, помой воде. Мне больше двух. Остальное мы Сереге дадим. Ну, две нам, две Сереги. Два плюс два будет четыре, а минус два, минус два будет ноль. Ноль. Правильно, молодец. Ну, удачный сегодня день был. Не зря приехали. Смотрите, какую рыбу ловит. Папа, смотри, какую Ариша рыбу ловит. Ай, молодец. Ариша, из четыре форели. Посмотри, Серега. Посмотрите. Серега, посмотри. А вот где стоять? Ты тоже форель споймала? Нет. Никого не споймала? Так рыбу пойму. Понятно. Посмотрите, какую мою рыбу поймала. Большую, да, самую большую. Даже учитесь. Ариша, а есть что-то? Скажи, учитесь у меня, да, Ариша? Да, это и есть. Да это ж трава какая. Нет, это у неё рыбка. Рыбка это. Да это трава обычная. Посмотрите, ребята, сколько здесь лошадок. Вон один кувыркается. Такие классные, красивые. Красюль. Разных цветов. Детки пришли посмотреть лошадок, да? Ага. Красивые? Абибик лошадок. Красивые лошадки? Почему? Да. Тут уже бэйби лошадки. Да, да, да. Вот они спеши. У нас тут лошадок есть, да? Вот такая, ребят, рыбалка у нас сегодня была. Все ездили не зря. Хорошо, 4 форельки поймали. Всё, что возможно было, выжили. Соответственно, отдохнули, развеялись, подышали, рыбу поймали. Сейчас, я думаю, будем их готовить. Всем большое спасибо за вашу поддержку, что остаетесь с нами. До новых встреч. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Продолжение следует...